Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев провёл совещание по вопросам бесперебойного обеспечения энергии населения и отрасли экономики, повышению эффективности на предприятиях сферы. Несмотря на значительный разворот в сторону зелёной энергетики, нефтегазовая отрасль остаётся принципиально значимым компонентом глобального энергетического баланса, играя важную роль в развитии реального сектора экономики, в особенности промышленности. По мнению экспертов, углеводороды всё ещё будут оставаться основным источником энергии в долгосрочной перспективе. Ископаемые ресурсы, как известно, представляют собой цепочку сложных функциональных действий, начиная от геологоразведки, разработки месторождений нефти и газа, бурения, добычи до переработки с последующим производством целой линейки продукции и обеспечения потребностей экономики, рынка, в том числе и населения. Определила будущее развитие данного сегмента стратегия «Узбекистан-2030», в которой чётко обозначены целевые ориентиры, достижение которых необходимо с учётом складывающихся тенденций. Среди ключевых направлений можно и нужно выделить увеличение энергоэффективности отрасли экономики в два раза, модернизация инфраструктуры распределения, генерации и поставки потребителю электроэнергии и природного газа, привлечение зарубежных инвесторов геолого-разведочным работам, направленным на увеличение запасов углеводородного сырья, полная цифровизация ведения учёта всех видов энергоресурсов. Преобразование в сфере – полное технологическое и техническое перевооружение действующих энергетических объектов. Совершенствование их материально-технической базы в первую очередь направлено на бесперебойное обеспечение сфер и отрасли экономики, а также населения, электро- и теплоэнергии. В особенности это актуально в осенне-зимний период, когда потребление резко возрастает. Совещание при президенте страны было посвящено вопросам, связанным с этими жизненно важными аспектами. В частности, были рассмотрены и проанализированы меры по подготовке, предпринятые в течение года, а также обсуждены приоритетные задачи на ближайшее будущее в разрезе проделанной работы в рамках озвученных ранее поручений главы государства. Заметим, что в основном они касались деятельности основных крупных производителей-транспортеров и поставщиков энергетических ресурсов, таких как Узбекнефтегаз, Устрансгаз, Худутгазтаминод и их подразделений в регионах республики. Подготовка к холодам началась заблаговременно, были проведены работы по ремонту, восстановлению и модернизации оборудования и сетевых систем. Не секрет, что на протяжении многих лет ситуация с использованием природного газа была не на должном уровне, потому не соответствовала требованиям времени, потребностям производственных мощностей и вызывала справедливые нарекания со стороны населения. По инициативе президента в последние годы в отрасли произошли кардинальные изменения. Внедрён новый механизм, позволивший привлекать инвестиции и инновации, ускорить процесс внедрения передового, зарубежного опыта в практику. В результате удалось повысить эффективность на всех этапах от производства до доставки к конечному потребителю. Более того, в данной сфере налаживается использование альтернативных видов топлива. К примеру, в стране есть все предпосылки и возможности для получения электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии солнца и ветра. Отметим и получившее в последние годы развитие ещё одно – перспективное направление – гидроэнергетику. В итоге удается обеспечить экономию природного газа, что также положительно сказывается на энергетической стабильности. Иными словами, реформы и преобразования уже начали демонстрировать результативность функционирования энергетического комплекса в целом. В свою очередь, потребители стали рациональнее использовать весь спектр ресурсов, осознавая необходимость экономии и энергии и средств. Соответствующие задачи были определены на состоявшемся 10 июня видеоселекторном совещании. Сегодня ответственные лица доложили о проделанной в исполнении этих задач работе и подготовке к осенне-зимнему сезону. Отмечалось, что газ поставляется в объёмах, соразмерных растущему спросу населения и отрасли экономики. В результате модернизации отрасли и повышения энергоэффективности экономики наблюдается снижение потерь. Например, в последние годы расход газа на производство промышленной продукции сократился в 1,6 раза. Впереди ещё много работы. Необходимо обеспечить стабильное снабжение населения энергии в текущем сезоне и последующие годы, подготовить для этого достаточный резерв. На совещании эти вопросы обсуждались в разрезе отрасли. По расчётам, в этом году в зимний сезон потребителям будет поставлен 21 миллиард кубометров газа. Если температура воздуха резко понизится, потребность населения ещё больше возрастёт. Ответственные лица изложили план действий в такой ситуации по месяцам и в разрезе районов. Отдельно предусмотрен резерв для бесперебойного энергоснабжения социальных учреждений и предприятий. Создана система адресной поставки природного газа на тепловые электростанции, химические и металлургические предприятия, а также на газозаправочные станции. Было отмечено, что необходимо решительно продолжить начатую работу по учёту и контролю газа в отраслях, ещё больше сократить потери. Поставлена задача реализовать выявленные возможности по экономии газа в Антижанской, Новоиской и Ташкентской областях, а также в других регионах. Глава государства дал ответственным лицам указания по организации работы на уровне районов и махалей, решению вопросов, связанных с энергоснабжением, прямо на местах, координации спроса и потребления, предотвращению перебоев. На совещании также затронуты процессы трансформации в газовой сфере. Определено, что отраслевые предприятия будут выходить на международный финансовый рынок и самостоятельно привлекать средства на модернизацию. Наибольшие возможности в обновлении и регулировании сети газоснабжения открывают цифровизации государственно-частное партнерство. В связи с этим были рассмотрены предложения по привлечению в отрасль частных операторов. Президент поручил снизить себестоимость в разрезе каждой отрасли и предприятий, оптимизировать затраты и ускорить процесс трансформации. Подчеркнута важность расширения геолого-разведочных работ с привлечением ведущих зарубежных компаний. Отметим, что достижение энергоэффективности – это прежде всего процесс, связанный с мировоззрением населения. Например, в Европе хорошо известен принцип, когда ресурсы расходуются исходя из потребностей. Допустим, чтобы вскипятить 200 граммов воды, люди зачастую тратят 2-3 литра, для чего требуется много энергии, что приводит к чрезмерным затратам. Заметим, что экономия – дело каждого человека. В этом контексте на совещании глава государства подчеркнул необходимость повышения ответственности, грамотности и в целом потребительской культуры населения. Подчеркнуто, что мы не можем добиться результатов, не изменив свое мировоззрение. В ходе сегодняшнего совещания, которое состоялось под руководством нашего президента, был критически рассмотрен ход состояния трансформации отраслей туплюэнергетического комплекса, реформы, которые здесь считаются. Но и в первую очередь основная задача – это надежное, стабильное обеспечение энергоресурсами населения, отраслей и экономики. В приоритетном порядке поставлена задача – стабильная и надежная, без каких-либо перебоев, обеспечения всеми необходимыми ресурсами. И для этого созданы все необходимые запасы, как в подземных хранилище газа, инфраструктура и в первую очередь объекты генерации. Отдельный упор сделан на то, чтобы своевременно ввели дополнительные мощности, реализация новых инвестиционных проектов, за счет которых будет обеспечена дополнительная выработка электроэнергии. И в этих условиях, в соответствии с поручением президента, задействованы все необходимые резервы. Есть еще резервы, чтобы бесперебойно, стабильно обеспечить и население, и отрасль экономики. Поставлена задача – разработать алгоритм действий, сценарий взаимодействия всех подразделений Министерства энергетики в случае снижения температуры до минус 10 и даже в случае до минус 20 градусов. Как работать, как обеспечивать, чтобы и даже в такие холодные дни бесперебойно было надежное снабжение населения и отраслей экономики Узбекистана. Поставлены задачи, закреплены ответственные, начиная от производства, добычи, как природного газа, так и электроэнергии, и их доведение, распределение до конечных потребителей, вплоть до уровня Махали. И установлен жесткий системный контроль, мониторинг за обеспечением этих всех поручений. Глава государства дал ряд конкретных поручений по эффективному использованию энергоресурсов. В частности, это касалось трансформации компании в нефтехимической отрасли, с последующей оптимизацией расходов, выведением на прибыль. В этом направлении перед органами прокуратуры также был поставлен ряд задач – пресечения факта хищения и искоренения коррупции в этой отрасли. Здесь мы будем работать по трём направлениям. Первое – проведём полный анализ комплаенса и внутреннего аудита, и разработаем конкретные предложения для искоренения коррупции. Второе – будем разрабатывать меры по сокращению расходов в компаниях данной системы. Тем самым это будет способствовать повышению доходов. И третье направление – будет установлен контроль за каждым кубометром газа и каждым счётчиком. На совещании были определены задачи, которые стоят перед Узбек нефтегазом. Что предстоит сделать до конца текущего года и что надо сделать уже в 2025 году? Глава государства чётко обозначил пути решения ряда вопросов. В частности, поднимался вопрос о крещении расходов и использовании современных технологий при добыче природного газа. Мы, в свою очередь, в скором времени составим соответствующую дорожную карту. Особый акцент будет сделан на цифровизацию. Практические работы в этом направлении уже начаты. Стоит вопрос соблюдения дедлайнов и качественного завершения проектов. Через внедрение передовых технологий в геолого-разведочный процесс будем повышать запасы природного газа. Об этом говорил и глава государства. Глава государства на совещании обозначил конкретные задачи. Это касается и цифровизации системы экономии средств нефтегазовой отрасли, и вопросов подготовки к зимнему сезону. Мы уделяем особое внимание транспортировке природного газа. Президент также дал ряд поручений по этому направлению. С 2025 года мы уже начнем практические меры. Также затронуты вопросы по подготовке к зимнему сезону. Это касалось распределения резервных запасов природного газа среди населения без перебоев. Вместе с тем провели анализ существующих недостатков сферы. И было сказано, что необходимо решить их в кооперации с другими ведомствами и структурами. Все видят, что такой подход и усилия лидера страны уже показывают хорошие результаты в осенне-зимний период. Подача тепла и электроэнергии стабилизировалась. По поручению главы государства, Кабинет министров утвердил соответствующие документы и были выделены на это средства. У нас есть все условия для развития. Все финансовые вопросы у стран с газа были решены. Глава государства лично контролирует этот процесс. К осенне-зимнему периоду текущего года мы начали подготовку еще в прошлом году. Капитально отремонтировали газовые трубы. Таким образом, на сегодняшний день мы стабильно поставляем природный газ населению. За счет снижения потерь мы достигли значительной экономии средств. Благодаря поддержке государства все практические работы были проведены в течение летнего периода. И сейчас мы полностью готовы к зимнему сезону. Под руководством президента страны было проведено совещание, посвященное подготовке к осенне-зимнему сезону и рациональному потреблению газа как населением, так и юридическими лицами. Была поставлена задача по бесперебойному обеспечению газа населению юридическим лицам. Также было дано поручение по выявлению баланса Махали и насколько рационально используется газ населением и юридическими лицами. Также было дано поручение по цифровизации всей отрасли и управлению сетями, искусственным интеллектом, не допуская человеческого фактора. Состоялось совещание по трансформации нефтегазовых госкомпаний. В это совещание предусмотрена трансформация этих компаний в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, также привлечения инвестиций. На основании государственного потребления привлекают инвестиции в добычу и распределение природного газа. Уважаемым президентам поставлены все задачи для перебойного обеспечения населения и отрасли экономики природным газом, а также электрической энергией. Для этого все соответствующие министерства и ведомства определили основные действия, также имеются все возможности, чтобы осуществлять эти все поручения.